Илья проснулся от звонка телефона. Его вызывали на работу. Он посмотрел на часы. Было два часа ночи. Ольга тоже проснулась. Он кивнул ей, чтобы она не беспокоилась. Ночные вызовы были не редкостью для пожарного. Илья быстро приехал в часть, переоделся и вместе с другими пожарными отправился на вызов. Приехав на место, Илья оценил масштаб бедствия. Горел дом, а в доме были люди. Времени на раздумий не было. Илья смело вошел в дом, но из-за плотного густого дыма ничего не было видно. Илья услышал детский плач. Он ничего не видел, ориентировался только на детский плач. Через пару минут он нащупал человека. Это был ребенок, видимо, еще маленький. Ребенок уже не плакал, а почти скулил. «Мама, братик, Рома!» — Илья спросил у ребенка. «Кто еще есть в доме?» И услышал то же самое. Рука ребенка куда-то направляла. Илья на ощупь нашел еще одного человека. И обоих подхватил на руки. Времени на поиски больше не было. Илья с двумя детьми на руках направился к выходу. И не успел выйти за порог и отойти на пару метров от дома, как рухнула крыша. Илья разглядел, кто у него на руках. Это была маленькая девочка лет трех и мальчик лет семи. Видимо, тот самый Рома. Илья передал детей сотрудникам скорой помощи, а сам пошел посмотреть, что еще можно сделать. К этому моменту мальчик пришел в себя и тоже плакал и говорил «Мама, мама, мама!» Утром стало ясно, что дети остались без матери. Илья сильно переживал эту историю. Он чувствовал свою вину за то, что не смог спасти мать двоих детей. Илья на следующий день решил навестить детей в больнице. Девочка сразу узнала Илью, видимо, по голосу. Девочку звали Настя. Она еще не осознавала всего случившегося и спрашивала Илью, когда за ними придет мама. Рома уже все понял, что мама за ними никогда не придет. Илья подошел к мальчику. У него в глазах была такая боль и отчаяние, что Илья, повидавший многое, не выдержал и смахнул слезу с уголков глаз. Илья поговорил с врачами. С детьми было все в порядке, но еще несколько дней они должны провести в больнице, а потом их отправить в детский дом, так как родных у них больше не было. Илья вернулся домой. Глядя на него, Ольга сразу поняла, что что-то случилось. Ольга начала разговор с отвлеченной темой. Про Юлю и Даню, своих ребятишек, как они ей помогали, что делали в течение дня. Илья молчал, но потом не выдержал и рассказал о случившемся. Ольга все долго обдумывала, анализировала в голове рассказ Ильи. Несколько дней после разговора с мужем она не могла прийти в себя. Илья тоже никак не мог найти себе место. Каждый день навещал детей в больнице. Настя и Ромка тоже привыкли, что Илья их навещает, и всегда с нетерпением ждали его. Детям сказали, что их скоро выпишут из больницы и повезут в какой-то дом. И Ромка с нетерпением ждал, когда придет дядя Илья, чтобы с ним все обсудить, а еще узнать, как они с ним будут видеться. Илья пришел в больницу и сразу же отправился к врачу, чтобы узнать все подробности о детях. Доктор порадовал Илью, что дети здоровы, и завтра их выписывают, но им потребуется психологическая помощь после всего пережитого. Илья вышел от доктора. Ему очень хотелось увидеть детей, но он не знал, что ответить Ромке. Наверняка он задаст непростой вопрос. Илья стоял в коридоре в раздумье. Вдруг его кто-то тронул за плечо. Он повернулся и увидел Ольгу. Женщина подошла к мужу. Она посмотрела ему в глаза и сказала, — Жена всегда следует за мужем. Илья еще не понимал, что происходит. Ольга сказала, — Пойдем, познакомишь с детьми. Я приняла решение. Думаю, ты об этом думал все эти дни. Где двое, там и четверо. Дом у нас большой, места всем хватит. Илья не мог словами высказать радость, которая из него так и выходила всеми чувствами его тела и мозга. Взяв живну за руку, они пошли в палату, кроме Насти. Илья представил Ольгу детям и оставил ее с детьми в палате. А сам пошел узнавать, что нужно делать дальше по поводу усыновления детей. Когда Илья вернулся в палату, Настя уже сидела у Ольги на коленях. И Ромка тоже была рядом с тетей Олей. Вечером Юля и Даня узнали от родителей, что у них будет братик и сестричка. Дома родители стали обустраивать для Насти и Ромы спальные места. На следующий день Илья и Ольга забрали детей из больницы. Родители были счастливы, что их дружная семья стала еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова